Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня надо мной продолжат проводить опыты в комплексе SCP в игре под названием SCP Secret Files. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я отправляюсь спать перед следующим трудным днём. Той ночью у D-503 наблюдались странные колебания физиологических показателей. Вот здесь анализ говорит нам, что D-503 спит. Я слышу шум океана, однако, к сожалению, мы не можем узнать, что ему приснилось с той ночью. Доброе утро. Это будка? Это будка? Телефонная. И это всё после воздействия объекта. Ну, пока нормально, но это всего лишь 23-й день. На восьмой день произошёл важный поворотный момент. SCP-7457 начала влиять на D-503. Есть вопросы? Или продолжим? Здравствуйте, доктор Хэм. Я Спенсер Джонс из отдела специальных операций Зоны 21. Здравствуйте, Спенсер. Всё ещё непонятно, зачем D-503 собирал весь этот хлам? Если вы хотели отследить реакцию его психики на SCP-7457, почему просто не оставили его в пустыне? Зачем давать ему такие задания, когда психологическая экспертиза уже идёт? Наши анализы показали, что SCP-7457 производит новый мусор каждые 8 минут и 37 секунд. Хм. Безрегулярные уборки весь этот мусор скоро вывалится в наш мир. Интересно? Однако стоит отметить, что количество здешнего мусора не идёт ни в какое сравнение с тем, что производят люди. Тем не менее, в будущем это может стать серьёзной проблемой. Поручая эти задачи D-503, мы можем одновременно следить за его реакциями и утилизировать мусор. Есть ещё одна причина, но мы дойдём до неё позже. Думаете, фонд преувеличивает масштабы незначительной проблемы, даже не разобравшись в ней до конца? Тогда я должен подчеркнуть, что за нами стоит широкая общественность, которая совершенно ничего об этом не знает. Для фонда SCP крайне важно серьёзное отношение и внимание к любым мелочам. Любая оплошность или недооценка противника может привести к катастрофе. Спасибо, доктор Хэм. Я поняла. Отлично. Продолжим. Результаты влияния SCP-7457 на D-503 стали наиболее очевидны на 15-й день эксперимента. Из-за погодных условий мы смогли отследить его передвижение только после восстановления данных с радара. Да, я ошибся, это был не 23-й день, а 8-й. Это был определённо плохой день. Даже для приговорённого к смертной казни. Ой, у меня ж мурашки по телу побежали. День 15-й. Но это интересно. SCP-объект, который создаёт мусор и галлюцинации. Как это связано, может быть? А вот и мусор, новообразовавшийся. И да, друзья, всё-таки пустыня находится вне комплекса. Её просто огородили. Я думал, что все объекты SCP перемещают в комплекс. Ну, да, нелогично переместить пустыню, это было бы сложно. Но логично, что есть объект, который перемещает тебя в какой-то секретный бункер. А портал в этот бункер находится в носу. Или тостер, который заставляет думать о нём. То есть в этом мире, мне кажется, возможно всё что угодно. Почему нельзя тогда перенести пустыню? Ну, а конкретно эта пустыня, она на поверхности. Ладно, давайте собирать мусор, а чё-то я заболтался. D503 нашёл радар, очень похоже на его собственные. Тут кто-то был до меня. Образец времён Второй мировой, с кучей потертостей на экране. Однако D503, похоже, не придал этому особого значения. Похоже, валяется в пустыне давно. Вообще-то я придал этому особого значения, чел. Ты за меня-то не говори. Так, остаётся ещё одна точка. Ну, давайте подберём. Похоже на дрона какого-то с проводами, нет? Или это бочка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не шевелись, пожалуйста! Давай попробуем взять. Это кокон! Это кокон! А это опять чёрная катушка. Катушка толстого чёрного кабеля. Но мы её уже находили в прошлый раз. Пора возвращаться обратно. И, честно говоря, в грузовике я чувствую себя гораздо спокойнее Не знаю почему, в какой-то безопасности минимальной Так, надо аккуратно доехать, не переворачиваясь Просто ехать, не переворачиваясь, 15-й день Пока ничего страшного не произошло Хотя и говорили, что этот день не очень Вполне обычный Только более пасмурно, что ли? Будто песчаная буря заволокла небо Ну че-то мне страшно нажимать рычаг Д3 постоянно донимали стойкие негативные реакции организма Ему все же удалось завершить работу на 15-й день Но затем произошел один инцидент Какой? Песчаная буря, да, я прямо вот видел по небу, что что-то такое начинается Д503 долго брел сквозь бурю, но никак не мог найти дорогу назад Страшненько Ну пойдем вдоль кабеля А, да, вон, смотрите Как раз вышка с лифтом И маячок Я думаю, туда и нужно идти Хотя я не уверен И еще, наверное, бояться прямо вот какого-то физического чего-то не стоит Все, что в этой пустыне происходит, оно же не по-настоящему Это всего лишь Шутка больная воображение Воспаленного Солнечный удар Давайте все спишем на солнечный удар Так Но Фу Когда силы Д503 были уже на исходе Он зашел в зону Неизвестную ему зону Стопешечка, я думал мы дома Что за голоса? Просто чел сидит на стуле Это я? Чел, ты... А! Ты чел или ты я? Или я чел, а ты не я? Так кто из нас чел, а кто из нас я? Я что-то совсем запутался Я чел или я, это я? Или чел? А! Стоп, 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 стоп Опять телев... Лай Ложь Кто? Кто меня обманул? Так то есть я не чел, получается А я, это все-таки я Потому что чела не существует Чел это ложь Он сейчас дернется, да? Прыгнет на меня Или что-то такое, да, произойдет? Что у него с... У него дырка в лице Ребят Мне кажется, ему не очень хорошо Похоже на ужасы Дзин Заита У него тоже там была спираль И вот это вот все Эх! И снова телефонная будка Дзин-дзин-дзин-дзин-дзинь Вы когда-нибудь слышали? У себя в голове незнакомый голос Фух Все нормально Примерно через 13 часов Явно дрожащий Д-503 Вернулся в зону 08 Мы немедленно провели психологическую экспертизу Ну давай Я провалю этот тест, да? Стой! Дай пройти тест! Теперь у Д-503 можно наблюдать Значительные колебания физиологических показателей Результат психологической экспертизы был настолько тревожным Что нам пришлось прервать миссию Он сошел с ума Точнее я Тянуть Смотрите Д-503 удалось вырваться из-под контроля фонда Интересно И похоже пустыня в этом помогла Потому что раньше прохода здесь не было Д-503 видел результаты тестов сотрудников уровня D Которых проверяли тут В SCP-7457 Верно Никто из сотрудников уровня D Не смог покинуть пустыню SCP-7457 Мы на лифте поднимемся прямо к ней? Только не ночью Оу Сели в грузовик и поехали А куда ехать? А куда ехать? А куда? В какую сторону ехать? Я не знаю Я буду просто ехать А там как получится Грузовик даже толком не видно Не то что куда ехать Я еду Не знаю чем это закончится Замело песком полностью всю машину Не видно же нифига Включи дворники А мусора прям еще больше стало Ха Где это мы? Знаете друзья Я вот что подумал А вдруг Пустыня не создает мусор А он просто был всегда в пустыне А когда дует ветер Песок Д-503 услышал зов Когда дует ветер Песок разметает из стороны в сторону Ну и мусор вылазит наружу Такое же может быть Ведь так? Какой-то город Люди часто верят Что судьба их находится в их руках Что все решения Они принимают по собственной воле Они не понимают Что люди Это лишь небольшая часть этого мира И на самом деле Все решения принимает пустыня В мире неизведанного Мы всего лишь песчинка В бескрайней пустыне Он сказал что Я должен был услышать зов Но я не слышал его Опять это телефонная будка Может SCP-7457 Это не пустыня А телефонная будка Которая просто притягивает песок И мусор Ну я не знаю Надо будет потом почитать Вообще я много чего Про SCP не знаю Так что друзья Подсказывайте в комментах Так даже интересней Когда можно что-то пообсуждать Вы мне что-то подскажете Подискутировать Ну круто ведь А когда уже все знаешь Ну и играть-то не так интересно Правда ведь? Интересно Когда ничего не знаешь Ой Мне так и не дадут Подобраться ближе Вот куда инстинкты Привели D-503 Но я все еще жив Вот оно как Вот что это за черные катушки Это люди Аж мурашки Ух А какая у всего у этого цель? Какая у всего у этого цель? SCP-7457 Обзор и анализ Через 48 дней Участник эксперимента D722 Обнаружил радар Принадлежавший D503 Радар находился в 31 миле От завода по переработке отходов Все данные Мы получили с этого радара Люди, входящие в SCP-7457 В остром периоде Испытывают психологический стресс Различной степени тяжести Он проявляется в виде ряда Неврологических и психических расстройств А также тяжелых и необъяснимых галлюцинаций На данный момент Еще ни один участник Не вернулся из пустыни Без серьезных последствий Фонд проверил 31 сотрудника уровня D На территории площадью 2267 квадратных миль Наш эксперимент продолжается Работая в фонде Вы столкнетесь с различными аномалиями Одни могут вас убить Другие свести с ума А третьи заставят пожалеть о том, что вы выжили Скажу прямо SCP-7457 Лишь один из примеров того С чем вам предстоит столкнуться в будущем До прихода в фонд Вы все были лидерами в своих областях и отраслях Ученые, спецназ, агенты ФБР Эксперты по национальной безопасности SCP не волнует, насколько вы умны или успешны Их не интересует, сколько у вас званий или ученых степеней Но по сравнению с этими аномалиями Вы всего лишь жалкие букашки Помните об этом Это самый важный совет из тех, что я могу вам дать Не рискуйте, иначе умрете Вы не такие особенные, какими себя считаете Если столкнетесь с аномалией Отбросьте гордость и любопытство Бегите Потому что это единственное, что вы можете сделать Господь вам здесь не поможет Добро пожаловать в фонд, новички Я доктор Реймонд Хэм И на этом первая лекция нашей программы для новых сотрудников окончена Блин, жалко этого D-503, честно говоря Как-то у него все грустно закончилось Ну, обучающий курс завершен Пожалуйста, добавьте комментарий Курс был грамотно организован, интересно Лектор отработал профессионально Качество связи было нормальным Да все круто было на самом деле Мне все понравилось Это помогло мне понять Что если я не буду соблюдать правила Мне могут вколоть амнезиак и отправить домой, как Джонатана Ну да Благодарим Здорово, Карл Ну как ощущения? Честно говоря, мне немного не по себе Эй, чувак Ты только не блюй на пол Отцепись от него, Стюарт Карл, это было только начало Тебе нужно свыкнуться Привыкнуть с этим жить Понятно А еще Что? Все хотят тебя чему-нибудь научить, Карл Прими как данность Ну хватит, Стюарт Спасибо, мне уже лучше В любом случае Добро пожаловать в команду, Карл Прошедший час был каким-то мучением Не знаю, как другие держались Я напортачил на обучении Спрыгнул со скалы, упал в ледяную воду и нахлебался ее Не знаю, из чего я вообще все это помню Потому что вроде не был ни на каких скалах или водопадах Но все это было так реально Мерзкий вкус речной воды до сих пор ощущается во рту В любом случае, это мой первый день в фонде Надо сходить в столовую и что-нибудь поесть Может, так моему желудку полегчает Ну что, пора бы и перекусить, и правда Я только за... Эй, хочу кушать Выполняется запуск системы А, я уже, видимо, сходил, да? Ну, раз мы уже сходили, предлагаю продолжать сюжет Зои Это задание раздает он Гент Угу Ясно Стюарт Это не я Эй, Чак Почему меня опять в поле посылают? В зоне 74 что-то случилось Персонал из других отделов отправили на помощь Так что на вас свалилось больше полевой работы Как я и говорил, надо переименовать наш отдел в отдел отпущения Хватит причитать, Гент Карл, ты как себя чувствуешь? Да я готов к новой работе На самом деле Все окей, хорошо Вот тебе первое задание, Карл Просмотри архив и отсортируй записи в соответствии с требованиями Это только на словах легко Иди и выполняй Я справлюсь Я не знаю, правда, как работать в архиве, если честно Но я попробую, конечно Еще кое-что МТИшник Че? Строго соблюдай правила и ничего не делай без разрешения Спасибо, я понял Постараюсь Вспоминаю себя на первом задании Ваба-лаба-даб-даб Ладно, пошли Такс Подожди, я должен разобраться, что делать Введите данные из отчета о расследовании в нужную файловую систему Метод работы задачи Нажмите на текст, подчеркнутый красным После нажатия активируется эффект перетаскивания данных Перетащите его в нужную область файла Нажмите левую кнопку в области файла, чтобы освободить данные И данные будут автоматически загружены Короче, по порядку, похоже, нужно разместить Ну давай воспроизведем Я агент Кью из отдела по расследованию инцидентов На станции Пони произошло нарушение содержания И контакт с фондом был потерян Агенту Белли Лоуренс было поручено прибыть на станцию Пони И забрать черный ящик Ниже приведена стенограмма Интервью с Беллой Лоуренс Не понял? Куда меня отправляют? А вот и черный ящик А, мы будем следить за ней, видимо Это уже другое дело Пульс 105, давление 175 на 110 Легкие судороги Вести 5 миллиграмм метапролола Для нормализации давления Белла? 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 Похоже, лекарства подействовали Задавайте свои вопросы, только быстро Не знаю, сколько она еще пробудет в сознании Где черный ящик, воробей? Три дня назад тебе было поручено провести расследование в зоне 74, станции Пони Ты должна была забрать черный ящик А теперь отвечай, где он? Я... Ну я ехал на лифте И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся Надеюсь, видосик вам понравился До новых встреч И берегите себя Пока